Здравствуйте! В эфире передача Актуальность сегодня. В этом выпуске будем говорить об истоках армянского терроризма. Гость нашей студии историк Резван Гусейнов. Еще раз здравствуйте, Резван Гусейнов. Мы не случайно сегодня затрагиваем эту тему. Дело в том, что именно в январе месяце случились в прошлом два теракта, которые осуществляли армянские террористы. Это взрыв парома Красноводск-Баку. Красноводск это нынешний Туркменбаши. Это произошло в 92 году. Погибло до 25 человек. Десятки человек были ранены. И в 77 году в Москве произошел тройной теракт, о котором мы будем отдельно говорить. Я просто хотел бы, чтобы для большей информации наших зрителей вы вкратце затронули именно первый теракт, который я упомянул. Это касается парома Красноводск-Баку. Как все это произошло? Чем закончилась история? К сожалению, был такой период, что даже сегодня, спустя много лет, о теракте на пароме Красноводск-Баку. Паром назывался советская Калмыкия. Очень мало фактов, потому что фактически уголовное дело не было возбуждено. Это был, мы знаем, период уже СССР распалось. И так как это была не территория фактически Азербайджана, и на тот момент очень сложно было именно отработать механизмы и привлечь кого-то или начать следствие. Однако мы знаем, что в результате этого страшного взрыва погибло 25 человек и десятки ранены. И даже многие специалисты говорят, что единственным плюсом является то, что паром не потонул, ибо тогда вообще потери были бы огромные. И сразу возникает мысль, к чему был этот теракт, зачем он был нужен. Мы знаем, что это был своего рода опять-таки рычагом давления на независимый Азербайджан. И, к сожалению, теракты на транспорте этим не заканчиваются. В общей сложности несколько сотен терактов было совершено на транспорте. Но этот именно по количеству погибших, он, конечно, стоит особняком. Вот вы сказали по поводу транспорта. На самом деле на сайте Министерства иностранных дел Азербайджана есть общий список, которым включают все террористические акты, которые армянская сторона осуществила против Азербайджана. Это начиная с 80-х годов. И там список более 400, как минимум более 400 терактов. И тут возникает такой момент. Обычно принято считать террористов, если в мировом масштабе брать, то это плохие ребята, которые сами организовываются, осуществляют какие-то теракты. Но в случае с армянскими терактами есть ощущение, что именно государственные ведомства, спецорганы ведут этих людей за руки. Надо начать с того, что армянское государство, оно фактически создано не так традиционно, как создаются другие государства, а это диаспоральный проект. И даже современная независимая Армения, она опять-таки является своего рода офисом зарубежной армянской диаспоры. Значительная часть бюджета этой страны и внешней политики этой страны формируется за счет своих диаспоральных ресурсов. И естественно, на этом фоне становится ясно, что так и внутреннюю политику тоже и приоритеты определяет вовсе не власти самой Армении. И все структуры, в том числе государственные ведомства и силовые, они подчиняются определенным внешним факторам или, скажем, тем самым установкам, которые дает армянская диаспора из-за рубежа. А откуда получает уже армянская диаспора свои установки, это уже отдельная тема. Поэтому вот такая иерархичность, она приводит к тому, что государство Армения фактически является проводником всегда, к сожалению, дисбаланса и дестабилизации в нашем регионе. И на данный момент, за весь период независимости Армении, мы не можем, на вскидку, вспомнить какой-то серьезный региональный проект интеграционный, который хотя бы инициировал Армения. Я не говорю, что реализовало. Это очень четко нам дает понять, чем занимается это государство Армения. То есть речь идет именно о сращивании террористов и государственных органов? Фактически так. Ведь давайте вспомним первая волна независимости. Значит, Левонтер Петросян и его окружение. Его окружение были в том числе такие люди, как Монте Мелконян, всемирно известный международный террорист из США. И те отряды боевиков, которые воевали в Ливане, на Ближнем Востоке. Вот в основном, естественно, сирийские армяне, потому что Тир Петросян, он потомок сирийских армян. Второй этап, мы можем вспомнить, это Карабахский клан, который тоже состоит из террористов. Это Качарян, Саркисян и вся его команда. Тоже люди, которые, мягко говоря, далеки от мирных каких-то целей. На данном этапе сейчас созрело мнение, что с приходом Пашиняна что-то изменится. Но я думаю, нужно подождать. 8 января 1977 года, как мы уже и вначале сказали, произошел тройной теракт в Москве. Это организатором данного теракта выступил Степан Затикян. У него были еще два сообщника. И в результате этого теракта погибли семь человек, десятки получили ранения. Мы, конечно, коснемся некоторых моментов касательно следственного процесса. Но не кажется ли вам, что в сегодняшней России недостаток информации касательно этого террористического акта 1977 года? И есть попытки определенных кругов замолчать данный факт и не рассказать российской общественности всю правду? Возможно, тут два фактора, почему так слабо. Хотя последние годы все больше и больше. Потому что я просто динамику вижу, и уже сама российская пресса и общество инициируют материалы в день, даты 8 января, когда эти события произошли. Почему об этом так слабо знают? Да потому что в России тоже страна огромная, происходило столько терактов, и буквально недавно непонятные события были. Поэтому какой-то теракт сорокалетней давности, сорок с лишним лет, он не очень привлекает внимание российской общественности. Но нам нужно именно преподносить это в контексте того, что тут не спорадическое какое-то событие, а это целенаправленная акция была против государственности. Пусть это и советская государственность, но на тот период это было то государство, в котором все мы вроде жили мирно. И фактически от других народов в период СССР, наверное, таких актов и не было. А если знакомиться с материалами СМИ, которые ссылаются на следственный процесс, на судебный процесс, тот же Степан Затикян, он в своих показаниях, точнее его сообщники тоже говорили о том, что идея теракта, в данном случае 8 января 1977 года, заключалась в желании, как выражается, нужно наказать русских за угнетение армянского народа. И вот тут возникает вопрос, потому что у нас, если спросить людей, никогда не было ощущения, что в России плохо относились к армянам, к Армении. Традиционно было, скажем так, положительное ощущение, по крайней мере, у нас в Азербайджане такое ощущение, что именно со стороны России в отношении армян и Армении положительное отношение. Тогда откуда источник, почему, с чего это возникло угнетение армян русскими? Вот о чем, что является базисом таких, ну скажем, откровенной ненависти? Ненависти. Действительно, мы все помним последнее выступление Затикяна на суде, когда им после вынесения приговора дали слово. Те редкие кадры, которые, да. Те редкие кадры. Такое ощущение, что он, его команда конкретно знали, что делали. Поэтому я считаю немного неправильными попытки армянской стороны сказать, что Затикян был простым человеком, простым рабочим. Его вообще не было на тот момент в Москве. Ну, ведь видно, что человек политически, в кавычках, подкован, что человек знает, что делает. И мало того, он призывает будущие поколения армян бороться, в первую очередь, с русскими. То есть, его выступление именно уклон делается на это. И вы представляете, его, скажем так, пророческие высказывания, они через 15 лет, как мы видим, реализовались. Именно благодаря армянскому национализму и тому, что был спровоцирован Карабахский конфликт, в итоге СССР развалился. То есть, Затикян — это не частный случай человека или группы людей, которые случайно пришли к такому выводу, а это итог целенаправленной многолетней работы как армянской пропаганды, так и тех идеологических армянских центров, которые формировали образ врага, в том числе и из русского народа. Если, опять же, судить по материалам следствия, по выступлению организатора теракта, можно уловить откровенные нотки еще не только антирусских, но и антисемитских настроениях. В чем заключается корень? Почему? Каким образом? Вы действительно хорошо на это обратили внимание, что в одной своей фразе Затикян как бы обрисовал всех врагов армянского народа. На тот момент мы знаем, что очень сложная конфликтная ситуация была на Ближнем Востоке вокруг Израиля, напряженная ситуация была в Палестине, в Ливане, и значительная роль в дестабилизации, в террористических актах в этом регионе лежит на совести армянских террористических организаций, в первую очередь Асала. И, по всей видимости, Затикян и его команда были, мягко говоря, связаны с этим группами, раз у них была такая ненависть, казалось бы, к еврейскому народу, который никакого отношения уж точно к политической действии армян в СССР или к их ситуации не имел. Вот я считаю, что это именно отголосок тех ближневосточных событий, которые на тот момент были в 70-е годы, и в которых активно принимал участие армянский терроризм. Опять же, по материалам следствия, следователи, которые участвовали в следственном процессе выявления виновных, круглоподозреваемых теракта 1977 года, говорят о том, что тогдашнее армянское руководство пыталось замолчать это произошедшее, мешало следственному процессу, имеется в виду руководство армянской СССР. Почему? В чем их интерес? Интерес действительно. Во-первых, кстати, стоит вспомнить, что это тот период, когда шли массовые теракты против турецких послов и депмиссий за рубежом. То есть армянские террористические группы взрывали, расстреливали турецких дипломатов в странах Европы и США. Плюс контекст Ближнего Востока. И мы знаем, что на Ближнем Востоке часть событий курировалась, в том числе, КГБ Армении. И нежелание широкой огласки этих событий со стороны, в первую очередь, армянского КГБ и руководства связано с тем, что могла быть раскрыта широкая связь агентурная армянских террористов и их прямые связи с высшим руководством Армении. Поэтому власти Армении и КГБ не были заинтересованы, чтобы высшее руководство СССР, а тем более пресса, узнали о таких теплых отношениях партийных лидеров Армении с явно террористическими организациями. Вы сказали о явно террористическом организации. Один из следователей, участвующих в этом процессе, высказал предположение, что в данном случае террористы могли быть связаны с известной армянской террористической организацией Асала, которая могла принимать в этом участие. Однозначно. Поэтому именно выступление Затикяна и его ненависть, в первую очередь, к еврейскому народу, опять-таки подтверждает, что они как-то связаны с Асала, которая на тот момент воевала против Израиля на Ближнем Востоке, на территории Ливана, Палестины. И, вы знаете, сотни граждан Израиля погибли от рук Асала. Это тоже о чем-то говорит. Значит, фактически нельзя исключать связки групп Затикяна, хотя бы идеологической, с теми террористами, которые орудовали на Ближнем Востоке. Есть еще один такой момент. Если говорить непосредственно о самом теракте, иной раз может сложиться такое впечатление, что сравнительно легко террористам удалось организовать и осуществить в столице такого крупного государства сразу три теракта в один день. О чем это нам должно говорить? Говорит ли это в том числе о таких глубоких корнях армянского терроризма? Скорее о традициях армянского терроризма. То есть школа, скажем, условно говоря, школа была хорошей. Однозначно, любой теракт, он в себе несет и политический месседж, и место выбора теракта тоже имеет какой-то смысл. Именно то, что это было метро близко к центру, и практически эти места были рядом с Кремлем, оно как бы давало такой месседж, что мы, то есть армянские террористы, представляем угрозу напрямую высшему руководству СССР. Тем более, потом стало известно, что готовилась еще серия терактов. Эти же армянские террористы хотели на октябрьские праздники, а мы знаем, в советское время, тем более в 1977 году планировалось пышно, и было проведено, в принципе, 60-летие Октябрьской революции. Это, значит, всегда огромный парад, стечение руководства и большого количества людей. Согласно следствию, планировалось именно ряд терактов провести в период празднования. Опять-таки, они не удались, потому что группа Затикяна была арестована в январе. Но все это говорит о том, что это, видать, не спорадический одноразовый теракт, а это им преследовало целью постепенно нагнетать ситуацию внутри СССР и привести к какому-то внутреннему взрыву. Как вы думаете, спустя много лет сегодня простые россияне, они знают всю правду о терактах 1977 года? Дается ли правильная оценка в сегодняшней России тому, что произошло тогда? Я скажу так, не очень широкий, узкий круг специалистов и людей, которые интересуются новейшей историей, в том числе СССР в России, они знают. Очень популярные фильмы и репортажи были сделаны в 40-летии этих событий, в 2017 году и до этого. И поэтому более широкие, то есть просвещенные слои, они, в общем-то, в курсе фактора армянского терроризма и его вклада, в том числе и в распад СССР, и в те события, о которых мы говорим в январе 1977 года. Но при этом я считаю, что нужно более активно об этом говорить и объяснять, что это не в прошлом, что угроза армянского террора, она всегда есть, она была и в царской России, мы знаем, какие события в начале 20 века, она была и в конце СССР, она и привела к распаду СССР. И сегодня никто не может исключать, что самый неподходящий для России момент может опять подняться всплеск армянского терроризма на территории России, в первую очередь, юга России. Вот в чем тогда природа? Вот по вашим словам выходит, что эта история, скажем так, если можно сказать, взаимоотношений российского государства и армянского террора, это вопрос десятилетий, да? В чем природа вот этого армянского террора в отношении России, русских, за что они мстят, скажем так? Значит, дело в том, что армянский терроризм, он многолик, он состоит из различных центров, которые курируются разными странами. Естественно, против царской России, против СССР, как рычаг, использовалось именно то крыло армянского террора, которое подчинялось Европе и Америке. Во-первых, следует отметить, что одна из первых террористических партий, Гончак, она создана именно на основе и при поддержке европейского крыла. То есть, это рычаг влияния на царскую Россию, изобретенный в Европе. И оплотом Гончака являлись именно карабахские армяне, точнее, дети карабахских армян, которые учились в Европе. Более того, есть еще другие террористические группы, мы об Асала говорили, которые тоже являются особым проектом, в том числе западных спецслужб. Поэтому, когда мы говорим об армянском терроре, надо понимать, что это многолики, многоярусная организация, которая имеет финансирование и поддержку совершенно разных стран и, скажем так, политических центров, и может выполнять любые заказы. Главное, чтобы поступали деньги. Вот, смотрите, террор в современном мире, это не есть что-то положительное. Даже если Армения в данном случае этим и занимается, ее граждане, даже если какие-то ведомства этот вопрос курируют и так далее. И, наверное, инстинкт самосохранения здесь диктует, чтобы умалчивать эту связь. Но в Армении мы видим откровенную героизацию террористов. Почему так происходит? Это, наверное, очень уникальная ситуация, когда весь мир с лупой на карте мира ищет разного рода террористические организации и даже их придумывает. Или же обвиняет какие-то группы, и это выходит в западные СМИ, что где-то пропагандируется террор, что где-то на Ближнем Востоке есть какая-то группировка, которая именно создала культ террора. Но при этом не видит, что есть под боком здесь государство со столетней традицией террора. Которое в итоге обернулось тем, что в центре Еревана ставят памятники фашистскому приспешнику Горегину Нэждея. Что по всей Армении открываются школы, памятники имени Монта Милканяна, одного из, скажем так, известных фигур мирового террора. Близ к правой руке такого всемирно известного террориста, как Рамирос Ильич Шакал, о котором Голливуд хороший фильм, кстати, снял. Значит, тут складывается впечатление, что какое-то не то, что попустительство, а именно якобы в кавычках маленькому многострадающему армянскому народу позволено террорам защищать себя якобы и как внутреннюю, так и внешнюю свою политику организовать методом террора. Ведь армянский террор, он не только направлен на другие народы. В первую очередь, целью армянского террора всегда был, остается сам армянский народ. Вот, поэтому действительно вдвойне странно, что очень мало в Армении людей, которые об этом говорят. А с другой стороны, понятно, эти люди боятся за себя. Ведь любая попытка критики идеологических постулатов, на которых стоит армянская государственность, она оборачивается в прямом смысле угрозой для жизни. И много людей погибло от этого. То есть, в этой теме почему-то никакой демократичности или диалога в армянском обществе нет. И очень странно, что мировое сообщество этого не видит. Кстати, вы очень интересный момент коснулись. Вы сказали о страхе. Но помимо страха, опять же, террор сегодня, адекватных нормальные люди, никто в мире не будет выступать за террор или, скажем, относиться к нему положительно. Допустим, какие-то политические круги долгие годы в Армении старательно героизировали террористов. Но почему это срабатывает в Армении? Потому что минимум свыше 100 лет армянским детям преподается культ террора. Что это при этом придумываются древние герои античного периода, средних веков армянские. Которые тем же путем добивались успеха. Поэтому глубоко, плотно в подсознании армянского общества сидит идея того, что да, именно методом насилия небольших групп можно достичь благоденствия и счастливого будущего для армянского народа. Вот это и эксплуатируется. И даже современный период не опровергает в их умах вот этот псевдопостулат? К сожалению, до сих пор это преподается в армянских школах. То есть этот базис еще не поменялся. Отношения, вы сказали, по пустительству есть такое. В какой мире мир воспринимает всю опасность армянского террора? Адекватно и правильно оценивает ту опасность, которая исходит от армянского терроризма в современный период? К сожалению, если мы говорим о мире, то нужно говорить конкретно, кто это. В основном, опять-таки, я сказал, многие державы сами неоднократно использовали армянский террор для своих целей. Это и в Америке, это и в Европе, это и в период царской России, советского периода. Поэтому все немножко, как говорится у всех, рыльцы немножко в пушку, когда речь идет об армянском терроре. Именно из-за этого никто не хочет особо дергать за ниточки эту тему, чтобы не стать мишенью. Потому что если начнет раскрываться, кто и где и как стоит за армянским террором, видать, это не понравится многим. Поэтому вот так аккуратно, так ловко замалчивается угроза армянского террора. Потому что ведь от рук армянских террористов гибли европейцы. Сколько терактов было на территории европейских государств, это и во Франции, и в Швейцарии. Теракты на территории США и гибли граждане этих стран. Однако, видать, цель оправдывает средства. Поэтому некоторые идеологические центры в разных странах, они как-то стараются или замолчать, или избегать такого, скажем, общего, постоянного интереса, устойчивого к проблеме армянского террора. Хотя, первыми, кто термин армянский террор, как политический термин, вывел, это был Госдеп США в начале 80-х годов. Резвам Алим, можно ли сегодня говорить, что в международном измерении армянский терроризм, как бы он сейчас не существует? Или же, скажем так, он видоизменился? Скорее всего, он видоизменился. Считается, что армянский террор выполнил ряд своих задач. В чем была цель или причина армянского террора? Создание армянского государства. Мы видим в начале 20-го века именно волна армянского террора. Она немного снизилась после появления на карте Кавказа Первой Республики Армянской. Затем опять период распада СССР. Огромная волна армянского террора, которая, кстати, началась с конца 70-х годов, имела место в 80-е годы. И пиком апогеем, значит, конец 80-х, начало 90-х годов. Потом опять после создания независимой Армении некий спад мы видим. То есть на данный момент по-большому считается, что армянский террор выполнил свою основную задачу. Существует армянское государство, опять-таки, построенное на постулатах терроризма. Но само ее воспринимать, если как взрывное устройство, то оно не полностью обезврежено. Естественно. Небольшая, любая угроза армянской государственности или интересам армянской зарубежной диаспоры обернется серией терактов в тех странах, которые попытаются какую-то угрозу предоставить. Вы коснулись интересного момента, когда мы говорили о России и взаимоотношении армянского террора, взаимоотношении российского государства. Вы сказали, что какие-то угрозы могут исходить с южных территорий России. То есть вы видите там потенциал развития армянского терроризма. Я хотел бы чуть подробнее. И нет ли у вас ощущения, что в современный период армянский ОПГ и терроризм это некий такой сращивающийся механизм, это взаимодополняющий какой-то механизм? Очень сложная ситуация на юге России. Почему сложилась? Во-первых, основной костяк армянской диаспоры, особенно ее боевого крыла, представляют карабахские армии. Те, кто бежал или переселился в период карабахского конфликта, они наиболее агрессивные. И сейчас вот именно они задают тон. У них очень серьезные связи с влиятельными людьми, как в самой России, так и за ее пределами. И фактически армяне считают юг России своей вотчиной. На данный момент, насколько я знаю, Россия не имеет своей устойчивой концепции, как с этим бороться. Потому что посредством коррупционного механизма и других механизмов армянский бизнес, диаспора, пустил очень глубокие корни, особенно на юге этой державы. Поэтому как с этим бороться? И на данном этапе, насколько я знаю, уже началась борьба. Но при этом темп, особенно смены влиятельных представителей армянской диаспоры на юге России снизился. Хотя было заявлено, что будет серьезная чистка проведена в целях защиты суверенитета и интересов самой России. Но на данный момент видно, что эта тема уткнулась в какие-то проблемы. Возможно, российская сторона оценивает тот горький опыт, который был в начале 20 века, когда царская Россия начала бороться с армянским террором. То есть, они боятся ответной какой-то реакции. Потому что они понимают, что однозначно за ответом будут стоять серьезные центры из-за рубежа, будут координировать, из США и Европы. Поэтому Россия очень серьезно оценивает угрозу армянского террора и, наверное, пока не имеет своей формулы, как обезопасить или защитить юг своей страны. Я хотел бы узнать вашу оценку и той роли, которую сыграл армянский терроризм в армяно-азербайджанском Нагорно-Карабахском конфликте. Понимаете, в войне принято считать, что у тебя есть противник, который перед тобой, и происходят боестолкновения, война и так далее, ты видишь. Но террор – это некое его иное ответвление. Я хотел бы, чтобы вы, опять же, дали оценку, какую роль сыграл армянский терроризм в этом конфликте. Совершенно верно. Не то, что сыграл, это первая роль именно принадлежит армянскому терроризму, разжигание Карабахского конфликта. Для примера, в конце 80-х годов международный террорист Монте-Милканян за серию терактов во Франции, в аэропорту Орли, сидел во французской тюрьме. Тут его вдруг освобождают, и он с группой своих боевиков, с которыми воевал против Израиля в Ливане и на территории Палестины, он с этой группой появляется в Армении. Это еще Советский Союз последних годов СССР. Группа вооруженных людей, всемирно известных террористов, приезжает в Ереван, консультируется с высшим руководством партийным, советским, армянским. И после этого их транспортируют в Карабах, в первую очередь они появляются в равнинном Карабахе, это нынешний Ходжавент, и оттуда начинают готовить теракты, которые иногда с чистотой раз в неделю совершают взрывы на транспорте, подрывы людей, погибают в том числе и армяне, особенно те армяне, которые против разжигания конфликта с азербайджанцами. Погибают те представители армянской интеллигенции или партийные деятели, которые не хотят разжигать конфликт с азербайджанцами. Вот такая, в кавычках, чистка руками армянских террористов идет с конца 80-х годов. Она продолжает, я считаю, до 91-го года. Апогеем стал, я считаю, взрыв в ноябре правительственного вертолета с представителями правительства Азербайджана, там были представители России и Казахстана. Вот это был тот апогей, и на тот момент распадающийся СССР уже просто отвернулся от Карабахского конфликта, а через месяц не стало и СССР. То есть, я считаю, что именно это есть, к сожалению, победа террора над Арменией, которая обижнулась, к сожалению, разжиганием такого Карабахского конфликта. Ибо местные карабахские армяне, они особо, как говорится, они понимали, что в итоге их там не будет. Так оно и есть. Сегодня в Карабахе армян осталось 40 тысяч, то есть один стадион людей. Ну что ж, большое спасибо, Резван Алим, за интересный и содержательный ответ. Благодарю вас. Напоминаю об истоках армянского терроризма. Мы говорили в рамках передачи «Актуально сегодня». Тема обсуждали с нашим гостем, историком Резваном Гусейном. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин